Гемуга тоже может. Гемуга, да. Вот эта фраза, когда сенчанцы приезжают, они удивляются. Почему гемуга? Там гемуга гератная, да? А типа не болеют, да? Да, да. Все живы, здоровы, не болеют, да? И оказывается, это раньше в Калмыкии была болезнь, поэтому у нас нету оспа была. По-калмыкисски называется оспа, это цецек. И поэтому у нас нету такого имени нету. Вы заметили? Везде у Магу-Магу, у сенчанцев, у наших Магу-Собратьев. А цецен нет? Цецен есть, там мудрость. Цецек, цветок. Вот эта оспа, она была похожа на цветок. И вот когда здоровайся, все говорят, где Магуга, что за болезнь они думают, что у нас была такая. Вот это была оспа. Оспа была, и все после этого, когда друг друга встречали, а где Магуга? Без болезни живу, все нормально. Ну вот девушка, например, да? Тано-то нервей деген? Саша. Саш. Саша гренит дэх дег Times. Вот. Вот послом . Медичинэ. 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 Босэнгисэни сставлять. С Claudia. Союхэнгисэ и сидеть. С dzisiaj сядишин. Сук. Сух. Это уже как повелитель, наклонение. Суучхэнсадить ска. а если вот есть окончание т.к. суток это значит мель суток она все время сидит до д.к. это здесь еще как мель вот это может постоянно постоянно что-то делает вот кельдик все время нам подсказывал говорим ухазах это понимаете да ухай это уму разум учил бабушка вот например и написано вот и вот то что предмет который я имею а вот теперь весны это там дали вдалеке то-то этим весен и эти клинки сенте да они тоже находятся где-то там это вместо имени беге смеет нэнда чигесны дачи тагесы знаете то это вы уже к к взрослым людям старше себя к уважаемую таталатин дэк через чечни ну как будто уколол как будто ткнул вот я еще сегодня пришел чтобы вам показать какие книги есть у нас словаре вот это словарь 2004 года на сегодня один из лучших выпущен 2004 чем он хорош потому что здесь вот по сравнению семь седьмым годом шестьдесят восемь восьмым годом вот это словарь здесь после вы туда вот там например авиация вот это все такое врачи все надо где вместо кому все было у сама мечта и просто на русскую тоже как бы как перевод идет здесь а здесь все это переведено все вот эти курс медала хочется и здесь еще есть и произношение в этих скобках как это читать скрыть санс кривой некоторые люди которые хорошо язык не знает они телевизор смотрят говорят непонятно что там будет конечно не поймешь потому что много того что там говорят вот лексики нет у вас запаса нет синьцзяне 890 лет начиная от 60 лет там язык сильно изменился 890 почти как наша бабушка дедушка разговаривает вот аркадий на мир спасила почему смеется а почему так смеется держал они говорят вы и вот когда я сюда приезжал двенадцатом году он через три дня хамекин дура да потому что он говорит а мы из реки не говорит бабушка так говорила я вот эти слова слышу варды мне прям и зная каллюнский язык опорные слова встречаются в других языках вот например кто английский язык изучает энтер знаете же клавиш который это имеет или просто чтобы запомнить америка если его сократит америка америка если друг америка америка сентруб америка за месяц для воду я буду отдыхать или или вы хотите отдыхать я хочу отдыхать вот например как сказать хочу кушать ну вот смотрите раньше говорили наше основной пищи было супы вот это да да жидко поэтому вот ухар беда айтазина чуника ну и тхар беда но это больше не так можно тоже говорить ничего страшно нету но просто вот просто вот вот это саму систему когда поймете уже вы будете чем лучше будете проникать язык вы будете чувствовать вот эту разницу а гэд кэжи болхи гэд кэр бахар цепь халя 3 оснан софла мошен тэс и гэд би бахар судьи наверх клюдаем биши и гэд бахар судьи наверх киркта сурчана мирная за хора бенуга мирная за хора герят и на это получается мы рюздык мы recurrent миризык меризиты то здесь можно ложь посмотреть гербам бабы гауря гиря дачи к не тоже там место и можно в ли облажение место для облегчения ну сан как форма барабе парады но По-другому, по-разному говорят. Потом вот это слово мулан, еще его переводят как красивый, и вот это слово улан золотой хальмут, красивое лицо, красивая кисточка калмыки, да, это не красная кисточка калмыки, улан черета хальмут, это красивое лицо калмыки. Вот это хальмут куинды и маначевые сияхмут жены. Вот это мечты. Для нас наша витец красавица. Да, 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 да. Для нас, да. Ага, так и для нас. Ну и для кого-то другого. Ну, может. Как Чингизхан, если, если чингизхан, если чингизхан, если ку-как, если ку-каку не усыдOW, если ку-каку не усыдЯ, то есть ку-каку не усыдЯ. Если в жену набрать девушку, то нужно набрать его с узким головой, узкой глазом. Это самое агрессивое такое считалось. Типа крепко стоящая на ногах. Узкий лицо никакое зло не проникнет, узкие глаза. А кривые ноги, крепкие ноги, таз когда крепкий, широкий таз будет хорошо рожать. Очень много такого, что, например, кто у нас считается старшим из двойни. Кто раньше вышел, тот младший, кто позже вышел, тот старший. Или, например, обручальные кольца мы носим на... Орс, 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 Орс от него, да? Омогу мы здесь джюн, 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 джюн. А вот, допустим, если женщину отличить по двум костам замужняя, а мужчину? Женат, не жена? Да. Мужин нет людей. Что сейчас кольца снимаю. Раньше, раньше, рано жили, если... Ну вот, есть вот это, Овальгесен, да? Овальгесен. Овальгесен это... В словаре написано, что это обрученный в детстве. Законный брак обрученный в детстве в семилетнем возрасте. Овальгесен. Да, овальгесен. А я думала, овальгесена, это жената, нет? Не, это законная жена. Вторая жената. Первая. Овальгесен. Аваль. Овальгесен. А как это? Авальгеслен, все-таки с мужчиной не определяется. Не определяется. Не определяется. Тюрюн герген брухнасы, бордыш герген. Если, например, это уже кюйнасы, а бордыш че шумасы. Это калмыцкий. Еще раз повторите. Тюрюн герген брухнасы, бордыш че герген кюйнасы, бордыш че герген шумаса. Ну, что у нас и мужик не так плохо, да? Мне кажется, я не все шумился. Первая – Долго, вторая – Людей. А, третья – Долго. А, третья – Долго. Мудрая невеста. Вот эта мудрая невеста в калмыцкой сказке есть. Она там… Несколько вариантов этой сказки. Там вот про эту девушку описывается, когда хан решил женить своего сына. Сын был у него глупый. И он понимал, что когда он уйдет из этой жизни… И тогда вот этот сын потеряет все что имеет. и он решил найти ему жену. Да, невесту. Жену мудрую. И вот он едет по степи и видит там девушка. Девушка молодая. Девушка молодая. Аркстюра Йоджиона. Аркстюра Йоджиона. Уин Ярак Хурольч. Дождь пошел. И все девчата собирали, которые кизяк бросили. Вот эти все мешки на голову и побежали домой. А эта девушка осталась рядом с мешком кизяка и не убежала. И хан подъезжает к ней, говорит, почему ты не убежала, как твои подружки убежали. Она говорит, у нее, говорит, одна прибыль, а два убытка. А у меня наоборот, говорит, две прибыли, один убыток. И он не поймет, что она такое, говорит. И эти я объясняю. У нее спрашивают, она говорит, эти помощники его говорят. Они говорят, ну, дождь намочила этих девушек, это их один убыток. Они домой придут, короче, одежду с сухими будут. Они убежали от этого, сухие будут. А два коровы, они смотрели еще за телятами. Телята пососут, они останутся без молока. И вот эта кизяка они выкинут, останутся без очага, без огня. И поэтому... А она наоборот, говорит, я, говорит, у нее остался сухой кизяк, она домой придет и разожгет огонь, посушит свою одежду. Вот одежда ее сухая, это мокрая одежда, это ее один убыток. А зато будет с молоком, а чай сварит, покушает, хоть кераду. И потом вот много разных этих заданий давал хан. Чтобы она приехала не по дороге, не по степи и не по дороге. и села не в кибитке, и не на улице. И вот она, это, между двух дорог, там вот это бывает же, вот как вот, в серединке. холод. Да. И села она, откинула полок кибитки, термин ее на, Тургохорд Су-4. Или же она откинула вот этот, хаагаэс, вот который, полок. И села она, не в кибитке, не на улице. И она выполнила задание. Потом он ей мешок с этим, с двумя змеями, высыпали двух змей, и спросили, кто из них самка, кто из них самец, из этих змей. Она взяла, там молоко налила, белый платочек постелила, и змейка свернулась, а змей рядом остался охранять. И таким образом она выполнила задание. Потом она взяла, ей дали задание, у прямой такой палки, с ровной, узнать, где вверх, где вниз. И она опустила в воду, и эта нижняя сторона, ближе к которой, от ком летит она, тяжелее немножко, и она погрузила чуть-чуть больше, и она таким образом узнала, где вниз, где вверх. И таким образом она много испытаний прошла. Однажды, ну уже, отец их женил. Но там еще один был такой случай. Эти сказки, они все разные, но об одном и том же. Он девушке описывался? Да, да. Вот этой девушке, он прискакал, где твой отец спрашивает? Она говорит, ну, 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 деньги свои отдать другим, а здорово себя сделать больным ушел. А эти, говорит, он хам не поймет, в Совете, то спрашивает, что она такое говорит. Они говорят, что, она говорит, что он пошел, ну, пить. трезво, трезво, здоровый, и он напьет, не болезнь. А свои деньги он отдаст за водку, за спиртной. И он тогда ей задание дает, говорит, когда отец придет, ему говорит, скажи, чтобы он завтра приготовил из молока жеребца, приготовил чиган. И когда отец приходит, она ему говорит, и отец сразу в таком вот, отрезвел, что хан ему такое задание дает. И на следующий день, когда хан скачет к ним, она говорит, вы не спокойно лежите, когда я вам скажу, станите громко. И она там выставила шесть, которые говорят, что там в этом доме кто-то рожает. И когда хан подъехал, спрашивает, если чья лаги хна, это цахан термоджене говорит, цахан термоджене говорит, цахан термоджене рожает, отец рожает. И в это время там пистолы раздаются. И он говорит, сразу хан говорит, как, разве мужчина может рожать? А она говорит, ну в нашем ханстве все можно, все возможно, если жеребец может молоко давать и без него стигана, тогда и мужчина может рожать. И тогда хан понял, что он поймался на словах. И ничего, это, заслал сватов, эрку Родина, женили, замуж, она вышла, и мать, когда она уезжает, она говорит, махлахан сэээр боджа, и хатэн юн ашан кирджа, кирджа, сэээн хатэн ашан кирджа. И хан тоже не понял, что, его постоянно свербило, что, что мать ей поручила, что ей сказала, какой на пусси дал. И потом уже, по прошествии времени, когда хан с сыном едут, и он с сыном говорит, эрку юн, модно хасадэ, махчанчика говорит, ну, в деревянных котле, сварим не мясо. Ну, сын глупый же, он буквально это понимает, пошел, взял нож и начал из дерева вырезать котел, варить мясо, мясо там, короче, сгорело котел, мясо в костер попало, и отец его избил, кунутом своим. Малякар, цукат, мальячат и... ячь. А то, а... к юн. Терзаву, гиряда милят, мель юта шархта, цуксун юн, цуста шархта, и герния сурджаны, юмболуаги гад, на так не обращается. Танта юмболуаги гад, а он и объяснил, что так, так вот случилось, отец меня побил за это. Она говорит, отец вам сказал, чтобы вы ему табак в этот... Трубку прикурили. Газдотан юм, танк не рядок, киркта бедагджин. Чтобы трупку прикурил, разжег и отдал отцу. Ну, в следующий раз, когда они поехали, он так же сделал. Я отец, о, я к виду, ханурджинэ, думай. И, в следующий раз, уже дают другое задание. Хойртугата, миртугадавчиргэ, гю, огтугадавчиргэ. Пригони кобылицу, с двумя головами. Негин эмир, хэлэджасн, негин аган хэлэджасн, говорит. И, он, поскакал, к табачку, и спрашивал, что у тебя, есть кобылица с двумя головами? Тот говорит, не у меня, таких лошадей не бывает, говорит. И он, а ладно, дух коней, кобылиц возьми, говорит. Гюмбис, это кобылица. И он, хуярн, хорн, бочек, за бедра связал их, и погнал. Отец, увидев это, и сбил его. Он снова приходит, супруге говорит, и супруга ему объясняет, надо было жеребую кобылицу пригнать. Когда кобылица перед родами, вот перед тем, как жеребиться, любого животного, человека, плод поворачивается в обратную сторону. То он, у него было головное предлежание, а потом, когда запускается механизм, он переворачивается, и хоркельм, и толвами гатьялтатарта. И вот он, такого, такого, уже, кобылица, который должна вот-вот, уже, этот, жеребица, только такую кобылицу должен пригнать. И когда он, этот, она ему объяснила, второй раз, когда отец ему сказал, и он вот это снова сделал так же, как супруга ему подсказала, и вот потом, хан, ее зовет, говорит, вот ты такая умная девушка, почему ты не верят, вверх не берешь на своим глупым мужем. Она говорит, ну я давно дал азаравку, когда я, однажды, говорит, пошла, говорит, своих овец, на них напали волки, говорит, а у меня в руках была палка. Я эту палку взяла, поднала, побежала на волку, хотела прогнать их. Никто, говорит, не испугался. все они как рвали этих овец, так и продолжали рвать. Тогда я, со злости, говорит, схватила что-то лежащее на земле, чурядоват, говорит, а ваших ляк, храгнувайюджи двагетинь. Ну, они разбежались. Испугались. Испугались разбежать. Она тогда, говорит, стала думать, что я такое взяла и кинула. Когда подошла, до ерда хляхля, я с тебя, когда подошла, посмотрела, была кость. Еще, это хляхна, карта на ухла, юн, подвздошная кость. Такая, такая, шиньца хляхна, замок юна, я себя, подвздошная кость, мужчина, говорит. И я с тех пор, себе за руку взял, что если кость, мужчина, говорит, может, так воздействовать на волку, я с тех пор взял за руку. Никогда, какой бы мужчина, не брать на Гинберг. Вот это, такой ножик, и, да, потом, отец спрашивает, вот это, хан спрашивает, а что тебе такое мать сказала? Ну, ты же из бедной семьи, откуда ты, вот, все хорошее можешь кушать? и, вот это, что-то, махла, ну, мама мне сказала, вот это, Ишкагирна, вот Ишкагирна, с самого верхнего, вот это, войлочное, покрытие, когда закрывает, отверстие, дымовое отверстие, надо закрывать, и, она мне сказала, говорит, вечером, всегда обходи, короче, все вот эти, они там, юга, вечерями, вечером, вечером, а вот эта, юга, Иркет, она немножко, вот так, полукруглая, она тоже, вот так, потаряет форму, немножко, утягивает ее, когда шью, выделывает этот войлок, тоже она немножко, полукруглая, и вот она похожа на шапку, и он, махла, и вот эти, юга, вечером, завязывает, потому что, ночью может подняться ветер, а когда вот это открыто, она может перевернуть, внутрь, и перевернуть кибетку можно, и поэтому, чтобы этого избежать, обойдет, вот эти, вот эти, кибетки, которые вот так вокруг стоят, родственные, эти, и, завязывает, вот, хорошенько, вот, вот, и вот, теряется, аршан, хорошая пища, вот, когда много людей кушает, а женщины, последние кушают, вот, и, кому-то есть, говорят, аршан, вот это, юн, это юн, и кишик, оставки еды, да, кишик, кишик, это счастье, и вот она, вот, кушает, и, это аршан, вот, счастье, поэтому, наши, вот, родители, бабушки, они всегда, вот, вот, потом, и, и, все зависит от женщины, если женщина будет, залу кюга, и, 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 тогда, мужчина расправит крылья, и пойдет, ой, ухан, мужчин всегда воспитывает, с детства воспитывает, вот так вот, бабушка сажает, на голову, стола, отца нету, она этого сына, маленького сына сажает, через залуч, вот, ю кеху, ю кремидырга, хё сирвя, я хм кеху, а сурдык, спрашивают они, у этого маленького ребенка, которому 7 лет, 8 лет, 9 лет, что делает? и он говорит, а, хашадарулат, болуат, вычхтн, и, и, ну, тула, ю люля, салатну, он, уже, когда, таким образом, он вовлекается в процесс, он уже знает, что, все, вот, эта технологическая цепочка, которая происходит в домашем хозяйстве, он знает, и, отец уходит, он сыну говорит, че словом, банструешь и дни ходя, вот, я уезжаю, ты, оставишься старше, ты, давай, смотри, и вот это, здесь как метод таким образом воспитывали этого ребенка, он брал ответственность за себе, а сейчас, ребенок растет безответственность, он что-то споткнулся, при rides улте, и, мама, бежит, его спят, отбищал ултла, а вместо этого раньше упал поднялся на него внимание вращать его не плачет этот ребенок всегда его надо воспитывать ты мужчина чехолинга чехолинга чехолу кинтики и поэтому все это как сказать лишнее опеки не нужны ребенку вот он и он посадился ой молодец самостоятельно мальчик растет мамин или например меняют оваль я сам бичкер шикар болтая готова сова от его дыля мне принесут я возьму а супруга дуга тадны тхлэ нам два жена тадны тхлэ нам два жена тхлэ тхлэ болвады гад яудобили бикина че и седвичекин а вы вот хоть ты не хочешь возьми вот когда дети делятся с вами конфетами еще четко вот надо сказать вот молодец моментом а маме думает маме думает о маме дэкат мады дэя ягод и седвичекин окшкидак тэнды мандарты лёгэ вот дэкат юн дэй я уже понимаю что и таким образом вовлекается процесс традиции например где-то там ну где-то такие словки играть весь его здесь как нет это все воспитывать ты заплатил не снисовать такой ребенок вы вырастет и вас не будет не хотим воспринимать а если вот все выражать а вот почему допустим руки нельзя за за спину заводить ну я говорю все это все замыкание энергии здесь еще старики когда разговаривают вот это вот даже вот так вот когда говорите вот когда идет дыхание до диафрагма когда включается прям под пробивать жарю василицам вот еще калмыцкий характер взрывной характер откуда идет тоже тоже через это прошло если вот это не стал это понятно печени у нас увеличены чем у других народов и поэтому когда кто-то неподъемно езжай вот вот мужчина все вот кровь вот это питаться медицине говорит что печень резко сокращается сокращается кроме голову мозг отключается когда увеличивается юн давление кровь увеличивается кровь выбрасывал организм крупную сосуду перекрывает мелкие альмионы и тот отдел мозг который за соображал отвечает он отключается и в этом состоянии не думаешь ни о чем и еще в этом времени выбрасывается желчь желчь выбрасывается тоже а желчь у нас тоже все-все кто-то могу выговорить все-все кто-то капец есть она перевозит не то что желчь без страшно вот когда желчь это со временем медицине это как называется адреналин адреналин выкидывается и кровь изображает кровь начинает пузыриться она начинает вот так вот увеличиваться в объеме и человек прям разбирает пальцы вот так глаза вот так и че и короче в этом состоянии да вот эта поза война получается все вытягивается подбородок сжимается плечи опускается центрация идет и позвоночек соединяется с ногами и руку рука вот мах и человек падает мах и другую сторону я знаю ребят которые флакон не бьют они бьют ладонями вот как вот как женщина у него флаг не сжимается у него так вот петелью бьет и сметает такие а то вот хаши бьет сбивается за загрел и за поясницу берет это все что спорта то есть стол будет об столу даже стена года всем хочу он не думает живой будет у меня мне приходится постоянно рядом с ним когда я его оттягиваю этот человек чтобы не убил никого у него в печени так много крови короче вот это харчиды говорится когда изнутри все прет она и разница нет чертюканами дали не за рука бейтуми заложен и какой там вот карате говорит что чем меньше физиологических мышц тем речь сюда вот это я много таких случаях встречал когда человек бьет даже один такой случай был он искал этого парня я чемпион по вот этого боя без правил я сам не понял куда прилетел удар он не смог среагировать резко удар был а вообще монах такие сухопары соплей перешепить можно вроде так смотришь ходит его никто не будет потому что здесь нигде нет нигде на фарши а там уже он все это все синонимы это обед сделать отбит а почему допустим раньше женщина жена не могла мужа по имени называть тоже однако тоже этикеты 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 если вы жена когда приходит она вот называет все колесет мужа родители по имени но это видать специально чтобы если чтобы не привлекаться вот это я думаю что вот это может быть из-за этого если пока на все это выучит она уже ссылкается уже становится членом этого рода вообще вот это обрядность наша да когда девушка уходит замуж и так как она своем роду умирает это всего-то все вот эти ритуалы сходность на голову платочек накидываю чтобы он назад не обменула чтобы не вернулась она потом ногти срезает клочок волос ну чтобы кишик не ушел вот счастье этого рода не ушло с этой девушкой с девушкой и вот пока она тоже так и было когда эта девушка в этом роду умирает когда и в эту роду переродать и вот она все поклоняется всем божеством божеством буха на всем и этим мужчинам старейшин этого рода когда умерли вверх и а вы измеряете вот и аутмер вы и аутмер вы Продолжение следует...